Время необходимо для того, чтобы погасить скорость горизонтального летящего самолета. Ведь 160 км в час – это хорошая скорость. Погасить скорость. Вот три секунды – как раз скорость гаснет. И создаются оптимальные условия для введения в работу основного парашюта. 52, 53, 500, 54, 505, есть угол. Каждый прыжок с парашютом – это десятки теоретических и практических тренировок на Земле. Чтобы стать настоящим военным разведчиком, а разведка всегда считалась элитой вооруженных сил, необходимо преодолеть страх высоты птичьего полета. В учебных прыжках, за которыми нам выдалось наблюдать, принимают участие и те, кто в небе уже не впервые. Эти военнослужащие десантируются с оружием и, что называется, перворазники. Причем среди военнослужащих, которые прыгают первый раз, есть как солдаты по призову, так и контрактники и уже опытные офицеры. Мы не делим категорию перворазников. Офицер, солдат, матрос, генерал, адмирал – все перед воздухом, перед стихией равны. Они проходят одинаковую подготовку. Сегодня у нас в нашем ряду есть и солдаты, которые по призыву, есть офицеры, которые прибыли для прохождения службы в учебный центр, но которые не имеют воздушную ниссанную подготовку. Они вместе прошли наземную подготовку и сегодня совершают первый прыжок. Успех прыжка именно с военным парашютом, а не с профессиональным спортивным управляемым куполом, говорят опытные разведчики, заключается в четком выполнении всех инструкций. Главное – это, безусловно, укладка парашютной системы перед совершением прыжка предварительно. Ну и, конечно, свои знания, навыки, умения, которые мы получаем и совершенствуем с каждой укладкой парашютов, а также приобретаем на предпрыжковой тренировке перед совершением прыжка непосредственно в нашем училище. Трудно представить, о чем думают те, кто поднимается в воздух впервые. Разве что можно предположить, по выражению лиц военнослужащих, которые уже через минуту должны шагнуть в пропасть с высоты 800 метров, что кто-то волнуется, а кто-то радуется. И вот долгожданный сигнал. И один за другим разведчики выпрыгивают из вертолета. Страшно и одновременно приятно за то, что страх этот удается преодолеть, говорят военнослужащие уже после приземления. Эмоции очень переполнены. Долго этого ждал. Ну и рад, что теперь десантник с первым прыжком. Сначала, конечно, было очень страшно. Особенно тот момент, когда выпрыгиваешь самого вертолета. Ну а так, в целом, неплохо, считай, когда уже выпрыгиваешь, уже расслабляешься, понимаешь, что ничего страшного нет, ты уже висишь в воздухе. И только нужно сориентироваться на ветер. Ну и самое страшное, это уже только приземление, чтобы аккуратно, без перелома, без всего обойтись. А так, ощущения прям необъяснимые. Впереди разведчиков ждут еще более сложные задачи в воздухе. Прыжки в ночное время с дополнительным грузом в сложных погодных условиях и приземление в определенный заданный квадрат.